Здравствуйте, меня зовут Наталья Павлюк, я врач-диетолог. Сегодня я хотела бы поговорить о том, что ультраобработанная еда связана с набором веса. Дело в том, что практически до 50% еды, которую мы употребляем каждый день, является ультраобработой. В 2019 году было проведено маленькое исследование, людей разделили на две группы. Питание этих людей не отличалось ни по калорийности практически, ни по содержанию белков, жиров, углеводов и пищевых волокон. Однако одна из групп набрала больше веса. Исследователи задались вопросом, а с чем же был связан вот этот вот набор веса. В итоге посмотрели, и те люди, которые набрали вес, употребляли больше обработанной. Исследователи вот в этом исследовании потом начали думать, а почему же вот эта обработанная еда приводит к набору веса. И они выяснили то, что удовлетворение от еды у людей одинаковое, и насыщение примерно одинаковое. Но при этом у людей, которые употребляли больше обработанной пищи, выделялось меньше гормонов, которые подавляют аппетит. То есть сами незаметно для себя эти люди все-таки переедали, потому что это было связано с изменениями на гормональном фоне. Вообще, почему так происходит? Дело в том, что вот эта вот обработка еды, она меняет структуру самой еды. И если не обработаны, например, фрукты, ягоды, овощи, они имеют достаточно четкую структуру. И когда мы обрабатываем пищу и нарушаем ее структуру, к сожалению, это может приводить к тому, что там уменьшается количество полезных питательных веществ. В основном эти вещества нужны для работы, для хорошей работы наших бактерий, для выживания полезных бактерий. Если мы убираем эти вещества, соответственно, наши бактерии могут страдать. А также большое количество обработанной пищи, к сожалению, вызывает воспаление в нашем организме. То есть некоторые процессы, которые увеличивают риск хронических заболеваний. Чем больше мы едим обработанной и сверхобработанной пищей, тем хуже питательная ценность нашего рациона. То есть в этом рационе, скорее всего, будет меньше витаминов, минералов, биологически активных веществ, антиоксидантов, пищевых волокон. То есть, как улучшить качество своего рациона, это, безусловно, ответ самый главный первый. Это кушать больше цельных продуктов. А теперь поговорим про три категории продуктов, которые существуют. Первая категория – это необработанные или минимально обработанные продукты питания. Что же сюда входит? Это фрукты и ягоды, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, мясо, орехи и семена, травы, специи, яйца, молоко. Постарайтесь сделать эти продукты основой своего рациона. Вторая группа продуктов – это обработанные продукты. В эти продукты были добавлены соль, сахар, масло, а также они могли подвергаться какой-то тепловой обработке. Но эта обработка была не настолько сильна, чтобы сделать эти готовые продукты вредными для здоровья. Что сюда входит? Это кисломолочные продукты, это сыр, также это будет тофу, это консервы из тунца и из бобовых, цельнозерновой хлеб, хлебцы из цельнозерновых круп. Переходим дальше. Третья группа продуктов – это ультраобработанные продукты. В эти продукты добавляется большое количество соли, масла, также различные консерванты, ароматизаторы, стабилизаторы, усилители вкуса. А также эти продукты подвергаются большому количеству обработки. Что же это? Естественно, каждый может примерно назвать эти продукты. Это чипсы, картофель фри, бургеры. Уже готовая продукция, которая лежит в холодильниках, которую можно купить и разогреть. То есть полуфабрикаты какие-то. Кроме этого, это, естественно, вся выпечка, сладости, мороженое, шоколад, подслащенные хлопья для завтрака, безалкогольные напитки, а также многое другое. Вот эту третью группу продуктов желательно постараться исключить из своего рациона или добавлять как можно меньше подобных продуктов в свое питание. Давайте рассмотрим пару конкретных примеров, что такое обработанная пища, а что такое цельная пища. Например, если мы берем цельный фрукт, например, яблоко, это цельная пища. Если мы яблоко натерли, то это уже будет обработанная пища. А если мы из яблока выжали сок, еще добавили туда сахар, это уже будет ультраобработанная пища. Дальше, если мы взяли цельные орешки, это цельная пища. Мы их пожарили, например, орехи стали жареными, это просто обработанная пища. А если мы из орехов сделали урбеч и добавили туда, например, сахар, пасту ореховую сделали, тогда это будет уже ультраобработанная пища. Кроме этого, если мы покрыли глазурью орешки, добавили туда соль, это тоже уже будет ультраобработанная пища. Также пример с мясом. Взяли мясо, куриную грудку, запекли ее, вот вам нормальная пища. Здесь можно думать, это цельная пища или обработанная. Если добавили много соли, тогда это скорее будет уже обработанная пища и масло, например. А если мы эту грудку обваляли в панировке и пожарили во фритюре, вот это уже ультраобработанная пища. Также если мы сделали какие-то котлеты, добавив туда белую муку, тоже получится уже ультраобработанная пища. Если мы берем белый хлеб, то это ультраобработанная пища. Если взяли цельнозерновой хлеб, это просто обработанная пища. А если мы взяли цельные злаки, которые мы замочили с вечера, а утром немного подвергли термической обработке, то есть сварили, это будет скорее минимально обработанная пища. Какие еще примеры можно привести? Картофель в мундире запеченный, минимально обработанная пища. Картофельное пюре, это уже скорее будет обработанная пища. А картофель фри с солью, это ультраобработанная. А теперь поговорим о том, как можно уменьшить количество ультраобработанных продуктов в своем питании. Во-первых, постарайтесь готовить дома чаще. Когда мы готовим еду, мы знаем, из каких ингредиентов она состоит. А также, естественно, мы можем контролировать, сколько сахара мы добавили или вообще мы его можем не добавлять, сколько соли, сколько масла, при какой температуре эта пища готовилась. Второе. Старайтесь кушать совместно с семьей или с друзьями. Есть исследования, которые показывают, что нормальный прием пищи в кругу семьи улучшает пищевые привычки каждого члена семьи. В кафе и ресторанах тоже постарайтесь выбирать продукты, которые прошли наименьшую обработку. Лучше выбрать цельное мясо, а не котлеты. Также лучше выбрать десерт из фруктов, а не какие-нибудь сладости или выпечку. Лучше выбрать запеченные или приготовленные на гриле продукты, а не жареные во фритюре. Когда вы покупаете еду, постарайтесь посмотреть на список ингредиентов. Если вы затрудняетесь с тем, откуда эти ингредиенты взялись, какое их происхождение, не покупайте эту еду. Если вам понятно, что, например, в ингредиентах находятся орехи, фрукты, значит, это хороший продукт, значит, его можно покупать. Что стоит сказать в связи с этим? Далеко не все продукты, на которых написано органические, натуральные, здоровые, будут такими на самом деле. Просто производители могут в качестве маркетингового хода добавлять эти слова. На самом деле там будут в составе и сахар, и соль, и различные не самые полезные вещества, а также туда будут входить продукты, которые прошли обработку. Поэтому каждый раз, когда вы покупаете что-то, смотрите на состав. Это обязательно. Сотребление свежей цельной пищи будет полезно для вашего здоровья. Это профилактика и лечение таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, ожирение, также сахарный диабет второго типа и преддиабет. Кстати говоря, онкологические заболевания тоже очень сильно связаны с нашим питанием. Поэтому, если вы хотите быть здоровым, умным, увеличить эффективность ваших действий и умственных, и физических, старайтесь употреблять хорошую, качественную пищу. Какое можно сделать заключение? Цельная пища – это целительная пища для нашего здоровья. На сегодня все. Надеюсь, информация была для вас полезной. Если это было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok